Всем привет! Это вечерний выпуск новостей из Дома-2. Рекомендую досмотреть видео до конца, ведь в конце все самое интересное. Свадьбу Ромашовой и Бигриной пропустят Кадони, Безверхова с мамой и Грант. Если верить тому, что пишет в социальных сетях Клава Безверхова, то все ее предложения о проведении девичника Насти Бигриной отверг Женя Ромашов. Клава очень обиделась, не упустив возможности похвастать элитными знакомствами и контактами, и отказывается теперь присутствовать на свадьбе Ромашовой и Бигриной, которая все-таки состоится, несмотря на то, что Ромашов избил Бигрину, и теперь у нее синяк под глазом. В компании с Владом Кадони, Артемом Грантом и мамой, Безверхова уже подготовившая подарок, решила вместо свадебных торжеств Ромашовых отправиться кататься на яхте своих знакомых. Все меньше гостей из числа участников и ведущих Дома-2 собираются присутствовать на этой свадьбе. Ничего страшного, Марина Африкантова и Роман Капаклы вообще в пустом ЗАГСе расписались. Кстати, участники Дома-2 считают, что свадьбу Жени и Насти нужно перенести на неопределенный срок, из-за того, что происходит между будущими супругами. С таким настроением, как у Ромашова, не женится, а с таким страхом внутри, как у Бигриной, бегут без оглядки от жениха. Вчера выяснилось, что Ромашов считает Бухенбалты порядочнее, чем Настя Бигрина. Женя узнал о том, что Настя хочет второй девичник. Отправился Кристине жаловаться на невесту и просить Бухенбалты поехать в клуб с Бигриной и присматривать за ней, чтобы не случилось ничего плохого. Бухенбалты возгорделась пуще прежнего, и корона выросла в два раза. Ведь Женя ей всегда доверяла-доверяет, а про Настю думает, что она напьется в клубе и сбежит с первым попавшимся сыном олигарха с проекта. На просьбу Ромашова Кристина ответила отказом. Помимо этого, Ромашов признался ребятам в коллективе, что хочет сломать Насте челюсть. Настолько он зол. По слухам, он не только руки на нее поднимал, но и ноги. А причины серьезной на самом деле нет. Ромашов делает вид, что лучше бы он женился на Бухенбалты, чем сходить с ума от ревности в паре с Бигриной. Почему же ведущие до сих пор не вызвали на поляну психотерапевта? Даша Пынзер назвала причину ухода с должности ведущей Дома-2. Сергей и Дарья Пынзер перестали вести телестройку по собственному желанию, а не потому, что их работу часто критикуют телезрители. Дарья назвала причину. Повышение цен на авиаперелеты и нестабильная ситуация в мире. В общем, Пынзери решили, что всех денег не заработаешь и остались в Турции с детьми. Ранее они по очереди летали в Москву и работали на телепроекте Дом-2 вахтовым методом, что позволял им контракт. Нужно отметить, что многие поклонники проекта решили, будто Пынзери уволили из-за негативных комментариев в сети и постоянных жалоб на их некомпетентность. Если Сергей быстро включался в рабочий процесс, то от присутствия Даши в эфирах толку было мало, так как она совершенно не разбиралась в ситуации. Эфира не смотрела и была плохо знакома с обстановкой на проекте. Следовательно, и помочь ребятам советами не могла. Как считаете, Пынзери еще вернутся на проект или им уже нашли замену? Мальчишник Ромашова закончился гулянкой на даче Аганесяна. Стало известно, что после скандала на поляне и разборок на лобном месте, Настя Бигрина настояла на том, чтобы Ромашов уехал гулять с парнями в ночной клуб, не разговаривал с ней и не подходил к ней близко. Роспись у пары запланирована на 22 июля, а на 25 свадьба. Ребята решили не отменять свой праздник. Насчет девичника пока ничего не известно, а вот мальчишник Ромашова закончился гулянкой на даче Аганесяна. Ромашов с друзьями с поляны немного посидели в ресторане, а потом они поехали в клуб, где парни пели в караоке и пили, а утром отправились на дачу, принадлежащую Татьяне Черно, родственнице Йоси. Как говорится, дорого-богато. Скорее всего, мы и мальчишник не увидим в эфирах Дома-2, но при таких обстоятельствах может сложиться так, что и свадьба будет бюджетной. Неужели Ромашов ради этого сидел на Доме-2 4 года? Адеев расстался с Амониной из-за мамы, приехавшей в гости. Вчера на поляне был какой-то странный день, наполненный конфликтами и недопониманиями. Сначала произошел скандал в паре Ромашовых с рукоприкладством и попыткой бегства за забор со стороны Насти. Затем Адеев расстался с Анной Самониной из-за мамы. Мама и тетя Анна решили навестить ее на Доме-2, но в процессе обсуждения отношений Анни и Леши, будущая теща начала ему грубить. В ответ он отказался делать для мамы Ани пиццу, правда, позже за это извинялся, но женщина была непреклонна. Эта история напоминает прежние Адеевские отношения с Анной Брянской, которые мы постоянно обсуждали в контексте скандалов, рукоприкладства и пьянства. К Брянской на проект тоже приходили мама и тетя воспитывать великовозрастного Алексея. При этом, что брянские дамы, что Самонины – ровесницы Адеева или чуть моложе. Получается, спугнули женщины своим напором потенциального зятя? Любвеобильный Козлов сомневается в чувствах Опенченко, когда нет интима. У Миши появилась серьезная проблема – недоверие к собственной девушке, Алене Опенченко, которая скрыла от него содержание переписки со своим знакомым. И Миша не смог найти друга своей девушки, чтобы выяснить правду про его общение с участницей Дома-2. Из-за недопониманий с Мишей, Алене пропало желание волшебничать и появилось депрессивное настроение. И сразу стало ясно, что в этой паре локомотив и основа интим, потому что Козлов впустился в философию и начал сживать свои мысли, пытаясь уловить их суть. Вчера выяснилось, что Козлов сомневается в чувствах Опенченко, когда нет интима. Для него физическая близость и хорошие навыки партнерши, а также частота проникновений – главный критерий успешных и счастливых отношений. А Опенченко все чаще начала его избегать и отказываться от близости. Потом легла на операцию, а теперь ей нужно выздоравливать. Какой из нее партнер по койке? В общем, временные трудности Опенченко стали серьезной проблемой для Козлова. А ту ли девушку он выбрал? А если и дальше качество половых отношений будет ухудшаться в геометрической прогрессии, что тогда? Представляете, каково Алене в моменты таких рассуждений Миши Козлова, в котором она души не чаяла? Эти участники Дома-2 в паре всего полтора месяца, а у Козлова уже опасения, что Алена не та девушка, ради которой его мама растила. Кстати, Алена Козлова призналась в любви, что мы увидим в эфирах 28 июля. А он отмалчивается, ведь следующим шагом после признания в любви на Доме-2, как известно, предложение руки и сердца, и свадьба. Не из-за этого ли так переживает любвеобильный Михаил? Кстати, Алена Пенченко опозорилась на улицах столицы. Алена поделилась с фолловерами снимками с выезда. По словам участницы Дома-2, фото во время их совместного выходного сделал Миша Козлов. Алена не стала скрывать, что довольно благоверным и в принципе считает, что призвание мужчин в паре делать фотографии своих вторых половинок по первому их требованию. К слову, на фото Апенченко позируют в пиджаке и белых брюках. При этом пользователям социальных сетей, не оставившим кадра без внимания, показалось, что Алене помяты витые грязные волосы. Именно в таком виде ее видели в Москве. Впрочем, помятым у Апенченко оказалось не только ее лицо. Судя по всему, перед выездом в город девушка не удосужилась банально погладить себе штаны. В сети посчитали, что это лишнее доказательство тому, что Алена неотесанная деревенщина. И даже на такую малость, как Глажка, у нее не хватает ума. А вот то, в чем она действительно сильна, так это шведский стол и бесконечное облизывание очередного мужика. Барзиков и Бухенбалты отберут кусок хлеба у Сергея и Дарьи Пынзер. Конфликт интересов в сфере продаж намечается между бывшими ведущими Дома-2 Дарьей, Сергеем Пынзер и действующими участниками проекта Иваном Барзиковым и Кристиной Бухенбалты. Ведь Крис и Ваня хотят создать свой бренд одежды и открыть интернет-магазин. Выяснилось, что Сергей Пынзер считает хитростью эту идею Ивана Барзикова и Кристина Бухенбалты, поскольку некоторых участниц проекта именно Пынзера использовали в качестве моделей для рекламы ассортимента собственного интернет-магазина. Не случайно же появилась и новость о том, что Дарья и Сергей больше не являются ведущими Дома-2. Отберут кусок хлеба Барзиков и Бухенбалты и Пынзерей? Или они в роли прорабов телестройки, то в качестве торговцев одеждой? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные видео. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.